Семью ветерана выселяют из общежития БГУ. Такая информация появилась накануне на одном из бурятских интернет-порталов. В публикации говорится о кандидате педагогических наук Галсане Батоеве и его супруге Номжелме Бальженемаевой, известной многим как бабушка-блогер. Действительно ли семью пенсионеров пытаются выжить из общежития, в котором они проживают уже почти три десятка лет, узнавала Наталья Домбаева. Подогнали грузовик и угрожали немедленным выселением. Этот случай, произошедший около года назад, Номжелман Анзатовна вспоминает чуть ли не со слезами на глазах. «Мне просто обидно», — признается известная бабушка-блогер. Своим образом жизни она удивляет каждого, кому удается с ней пообщаться. В своей 69-летнем Номжелман Анзатовна с компьютером на «ты». У нее свой интернет-блог, она пишет различные статьи на бурятском языке. Однако от мысли о выселении из родных стен у бабушки опускаются руки. «Мы не хотим умирать во общежитии. Мы не хотим, чтобы нас выносили из общежития. Тоже мы же люди. Но если отсюда выгонят, мы же на самом деле бомжи получаются. И если 50 лет в педагогической деятельности, я тоже всю жизнь работала. И от этого государства, ни от Советского Союза, ни от этого ни одного сантиметра жилого ничего нет». Надеялись и верили, что кто-то поможет, делится переживаниями Номжелман Анзатовна. Однако ни от властей, ни от сменяющегося руководства БГУ, как говорится, ни слуху, ни духу. В общежитии университета семья ветерана тыла Великой Отечественной войны заселилась еще в далеком 85-м году. Тогда им выделили пять комнат, что со временем, по-видимому, показалось слишком много и роскошно для семьи пенсионеров. «Потом это увеличили, но стали выживать, получается. Сначала три комнаты оставили, потом две комнаты, но потому что трудно платить каждоплату. За две эти комнаты мы, как репрессированные льготы, есть, наплачиваем, оплачиваем, но всегда в долгу». На данный момент сумма накопившегося долга составляет свыше 100 тысяч рублей. В месяц они должны платить по 12 тысяч, что для семьи пенсионеров очень накладно. Сам ветеран, кандидат педагогических наук со стажем работы в БГУ, около 37 лет, сегодня является инвалидом второй группы. Калсан Батуевич практически не встает, ему требуется постоянный уход, на что тратится большая часть скромного семейного бюджета. Выселение семьи подтверждается показаниями коменданта общежития, и вахтеров, и студентов. Несколько было попыток выселения, после чего комендант общежития, плача перед Козулиным, просила и спрашивала, «Почему Андрей Владимирович, депутат горсовета, выселяет семью руками вахтера и комендантов?» Это большой грех, они отказались, естественно, от края студенты. Козулин, видимо, там угрожал их всех повольнять. Интересно, что в самом университете категорически отрицают информацию о выселении, а всю эту интернет-заварушку считают чистой воды провокацией. На самом деле, я вам могу сказать по этому поводу, что вот группа так называемых оппозиционеров, которые пытаются очернить облик Бурятского государственного университета, намеренно встретилась с пенсионерами, а так как они уже в пожилом возрасте, и им, ну, можно в правовом вопросе могут они не разбираться, им внушили вот эту тему, что их собирались выселять и так далее. Это не соответствует действительности. Семью никто не собирался выселять. И более того, вопрос сейчас, ну, на самом деле может возникнуть о том, почему Степан Владимирович, зная о том, что данная семья проживает уже пенсионер с 2000-х годов, и не озадачивался таким вопросом по решению жилищного, ну, то есть по решению их места проживания. По словам экс-ректора БГУ Степана Калмыкова, раздача участков для сотрудников университета в 117-м квартале началась еще 20 лет назад. Почему семью ветерана обошли стороной – вопрос риторический. Что же касается нынешнего руководства, по словам Ивана Логинова, оно лишь уведомило семью о задолженности. Однако речь о выселении никогда не заходила. Более того, могу сказать, что сейчас руководством университета, вот как вот этот вопрос возник и стало известно, активно решается судьба будущего данного ветерана. То есть подготовлено уже обращение в Минсоцзащиты Республики Бурятия с просьбой помочь и содействовать в решении вопросов пенсионера. А конкретно это по реструктуризации и помощи в оплате задолженности. И второе – это о решении вообще жилищного вопроса данного гражданина. В ближайшее время ректорат БГУ намерен встретиться с намжелмой Нанзатовной и урегулировать с ней проблему. Сама же бабушка-блогер, несмотря на финансовые трудности, не собирается оставаться в долгу. Буряты никогда не умрем с долгами. До смерти все равно рассчитаемся.